Мы учим из науки Каббала, что Высший Свет, Творец, создал желание, сущие из ничего, что-то противоположное себе. Не существует только это одно желание. Потом это желание выросло благодаря Свету, который раздул его. И начало работать самостоятельно, захотел уподобиться Свету. Начало относиться к Свету как к средству. То есть оно получает его, насколько может, ради отдачи. И это желание называется душа. Потому что максимум, насколько оно способно принять Свет внутрь себя, ради отдачи. Этот Свет называется нафиш-рох нишама. Не более того. Нишама – это душа. Потом в гмартикуне оно может получить также и хая и хинда. Но пока что мы называем это желание словом нишама – душа. Согласно самому большому Свету, который оно может получить. Получается, что у нас есть одно желание, одна душа нишама. Затем для того, чтобы привести это желание к свободному действию, чтобы оно уподобилось Творцу, это желание разбивается на множество частей. Но эти части, тем не менее, это тоже единое желание. Только относительно себя оно разделилось на множество частей. На 600 тысяч частей. Так каждый ощущает из этих частей, что он часть из очень многих частей. Эти части разделились еще и еще на другие части. Так что в каждом творении в нашем мире есть маленькая часть того большого единого клея. А цель, чтобы люди, благодаря своему усилию, смогли соединить все эти части вместе. Так, чтобы каждая часть со своей стороны, когда она соединяется с остальными частями, ощущает себя как одна душа. Потому что она соединила, согласно, допустим, здесь 599, 999, а здесь одна. В общем, всего 600 тысяч. И если эта одна относится ко всем остальным частям, которые тут есть, то она со своей стороны самостоятельно строит свою душу из 600 тысяч частей. И так и другой тоже по отношению к остальным. И еще один по отношению к другим. Получается, что когда они собираются соединиться, у каждого есть своя душа. Тем не менее, вместе это одно единое желание. Поэтому мы, когда мы собираемся соединиться, должны понимать, что мы все сходим из одного клея. И каждый обязан исправить себя целиком, то есть соединиться со всеми. Пока что мы соединяемся в десятки. Но, по сути дела, тот же самый подход используется по отношению к всему полному целому клею, по отношению ко всем людям в этом мире. И поэтому подход должен быть к полному целому клею. То есть, что я, несмотря на то, что собираюсь соединиться только со своей десяткой, Ну, допустим, я обязан в этом думать, что, по сути дела, я готовлюсь соединиться со всем клею, со всем человечеством. С теми, кто сегодня находится в этом мире, с теми, кто жил когда-то и будет жить, неважно, когда это раскроется. Потому что это все моя душа. Потому что я собираюсь соединить их вместе, согласно моим свойствам. Если эти 600 тысяч частей каждый из нас соединит, то, что я соединю, никто не сможет соединить. А то, что он соединит, тоже никто, кроме него, не сможет соединить. Поэтому каждый очень важен. И каждый думает во время объединения, по сути дела, хотя он соединяется сейчас в маленькой десятке, и через десятку он собирается соединиться со всем существующим клею. Это называется одна душа. И поэтому, если мы настраиваемся на это, этого уже достаточно, чтобы начнет раскрываться нам, хотя мы действуем только из десятки, начнет раскрываться все общее клею. Связь между нами, мы уже изучали ее. Называется союз, прежде всего. И она требует от нас заботы, общей заботы во всей группе. Ну, о моей десятке. И я могу здесь проверить, отключаюсь я от этой заботы или нет. Я все время думаю о ней или нет. Насколько я стремлюсь, насколько я соблюдаю, сохраняю эту заботу. Согласно этому я проверяю, где я нахожусь. Благодаря нашей возможности делать материальные действия в десятке, духовная работа становится, по сути дела, материальной, частной, очень простой работой. Которая видна всем, которую можно проверить, проконтролировать. Я могу произвести расчет, сколько раз в день я думал о товарищах, как я заботился о них, насколько я пробуждал их в пробуждении духа, в том, чем мы занимаемся. Как пишет Рабаш, заботился ли я о том, чтобы поднять им состояние духа, чтобы они были в уверенности, в подъеме духа, в радости. Я должен, кроме этого, проверять себя из того, что конец действия в изначальном замысле, что окончательное состояние, когда я буду так соединен с Творцом, потому что ради этого я сейчас соединяюсь с товарищами. Я должен думать, действительно ли я думаю о моем соединении с Творцом. Или я забыл об этом вообще. Если я забываю об этом, все мое соединение в десятке, это соединение нехорошее. Оно не приносит пользу, а наоборот. Оно соединение, как какая-нибудь футбольная команда или в армии, в этом нет ничего духовного. Поэтому я обязан заботиться даже словесно, просто так. У меня еще, может быть, нет чувства. Я должен сказать себе, что я собираюсь соединиться с ними, чтобы достичь соединения с Творцом. То есть я хочу соединиться с ними, чтобы достичь свойства, совершенного свойства отдачи. Поэтому я уже сразу же сейчас показываю им, насколько я желаю этого. Я готов вкладывать для них множество сил, пробуждать их, служить им. Я готов делать все, чтобы прийти к Творцу. С одной стороны. С другой стороны, я могу обратиться к Творцу, чтобы он помог мне работать с ними. Помочь им соединить их, поднять их, вознести их, потому что у самого меня нет сил. Это понятно. Я только требую ради них. То есть тут есть взаимная работа. Через группу к Творцу и от Творца к группе. Через группу к Творцу я нижний. Группа средний творец высший высшего. В чем разница? Разница, кто является связующим звеном, кто является трубой. Если через группу я хочу прийти к Творцу, то группа, трубка для меня, чтобы связаться с Творцом. Канал. А если я беру силы у Творца, чтобы воздействовать на группу, то я труба, связывающая между группой и Творцом. Я все время представляю себе эту схему для того, чтобы как можно правильнее, как можно яснее представлять себе, где я нахожусь. В особенности во время учебы. Потому что во время учебы мы находимся в состоянии, когда мы способны, приглашены к тому, чтобы притягивать. Притягивать высший свет, свет возвращающий к источнику. И здесь очень важно в каждый момент учебы быть в намерении. Чего я хочу от каждого слова, которое мы читаем. А может быть я в этих словах вообще ничего не понимаю. не понимаю самой темы. Я пришел на урок. Все говорят, что надо открыть какую-то книгу. Я открываю, я читаю, не знаю, не понимаю. Что-то совершенно новое. Это не имеет значения. Я думаю только о своем намерении. Чего я хочу от самого действия, когда я сижу и нахожусь в этом. В предисловии КТЭС в пункте 155 пишет Барасулам, что каббалисты написали свои книги также и для людей, которые пока еще не находятся на духовных ступенях. То есть совершенно не понимают, что написано в книге. И именно, когда они читают тексты, которые не понимают, и они не должны понимать их, а они читают, чтобы получить оттуда свет. Поэтому не умные учатся. А важно во время учебы то же самое. Чего я сейчас хочу? Не знать. И в любом случае, узнать называется соединиться. Быть на ступени. Если это Талмудосферот, там говорится о таких ступенях, что вообще, когда еще я постигну это? А я требую света, возвращающего к источнику, высшей силы. Чтобы она подействовала на меня. Чтобы исправила меня. Чтобы подняла меня. Очистила. Чтобы произвела различия в моих килим, между килим, которые я могу исправить, и килим, которые я не могу исправить. Чтобы мне было ясно, с чем работать, что есть такие желания и мысли, что мне стоит изолировать их и не заниматься ими, а другими как раз пробуждать и раскрывать, и соединяться с их помощью, с группой и с Творцом. И то же самое относительно группы, я должен знать, чем я могу помочь группе, не моими килим, а в их килим. И тогда я обращаюсь к Творцу и прошу именно, чтобы у меня были силы в этих килим, в группе, чтобы я туда передал свет, возвращающий к источнику. Очень-очень важно проверять себя. О чем моя забота? Каждое мгновение, когда мы ощущаем себя в этой жизни существующими, это мгновение заботы. Так о чем моя забота? Чтобы мне было хорошо, спокойно, чтобы я достиг чего-то, чтобы я стремился, мне не хватает радости, спокойствия, уверенности, еды, секса, семьи, ну что мне важно. Или я забочусь, как мать ребенка, так я забочусь о группе, чего недостает им, что стоит им сейчас сделать. То есть я просто как воспитательница, которая верно, надежно, верно воспитывает свою группу. Надо проверять, о чем моя забота. То, что все мироздание, начиная от мира бесконечности, по многим ступеням не зашло до нашего мира, не зашло. И мы в нашем мире находимся в материальном состоянии, в состоянии самом плохом. Это дает нам возможность, даже когда мы оторваны от духовного, это иллюзорное состояние, мы не оторваны от духовного. как это нам представляется. Поэтому это называется воображаемый иллюзорный мир, что мы находимся якобы внутри больших вещей, в материальном. Но на самом деле это духовное. Только мы не видим и не чувствуем этого. и поэтому очень важно нам проверять себя, о чем моя забота в каждое мгновение. Войти в духовный мир, это называется что я забочусь обо всех вещах в жизни. Я голоден, хочу спать, у меня есть проблемы и здоровье, и, может быть, финансовые, и отношения мои там с разными людьми. Но в бэкграунде у меня все время есть забота, когда я организую свою группу так, чтобы она стала шхиной, местом раскрытия Творца. то есть я должен привыкнуть к такому состоянию, что если я забочусь о группе, как мать, которая заботится о своем ребенке, я рад. А если я прекращаю заботиться о них, я тогда заботюсь о том, почему я не заботюсь. это привычка. В нашем мире привычка становится второй натурой. В духовном этого нет, но у нас тут есть, скажем, я дома беру какого-то ребенка, он немой, у меня нет никакого чувства по отношению к нему, никаких эмоций, но я постепенно занимаюсь им, занимаюсь, я начинаю заботиться о нем, он начинает быть мне важен, и я прихожу к ситуации, когда я думаю о нем. то же самое и с группой. Нам надо прийти к такому состоянию. Это только лишь постоянным упорством. все время повторяющейся заботой. и еще заботиться после всех своих прекрасных таких расчетов о группе, о поддержке, о том, что притягивать для них свет, о Творце, о Творце, с помощью группы, доставить ему наслаждение. И все-таки подсознательно. Чего я требую за это? Конечно, что-то, наверняка. Что? Что? Или я все еще не могу представить себе вознаграждение, которого я хочу? Или я знаю, что потом я это потребую. Но я обязан выяснять. Я требую почестей власти. Быть выше смерти и жизни. что-то реальное, очень важное. Соответственно, тому, чего я собираюсь достичь. и тогда мы проверяем. Действительно ли доставить наслаждение товарищам или Творцу стоит мне больше, чем мое вознаграждение или нет? Могу ли я отказаться от вознаграждения? Или от чего-то, по крайней мере. Или от всего. И когда я отказываюсь от вознаграждения, заменяю ли я его? Допустим, вместо власти чего-то, чтобы все знали обо мне. Допустим, гордыня. Маза Некра что называется прийти к состоянию, когда я наслаждаю хозяина, творца. В каких килим я это делаю? В каких килим я это ощущаю, что я делаю? В каких килим я ощущаю, что он наслаждается от меня. Стараться разделить наши желания, мои желания, мои восприятия на множество, как можно больше частей. И посмотреть, как я разноображу их, как я работаю с ними. Чем больше у меня будет нюансов, не важно, что я запутался, но это называется, что я все больше развиваю свои килим. Это как пиксели, скажем, на экране. Вы знаете, что такое пиксели, да? На квадратном сантиметре может быть тысяча точек, а может быть двести точек. Может быть, допустим, десять тысяч точек. То есть, чем больше этих точек, картина становится лучше, чище. Да? То же самое здесь у нас. Поэтому, чем мы больше будем уточнять в этих вещах, это будет продвигать нас ближе к истине, к настоящему восприятию. Когда мы говорим о группе, здесь уже меня спрашивали, о какой группе я говорю? о десятке, в которой я сейчас сижу. Завтра мы расстаемся. Интересно, насколько я останусь с ними на связи. Поговорим еще об этом. И тем не менее, я прихожу в мою группу, соединяюсь с другими людьми. Мы выходим из этих стен в широкий мир. нам надо видеть, что все, что добавляется к моей десятке, или отнимается от моей десятки, когда я возвращаюсь домой, это свыше, рассчитано, и так я должен работать. То есть, что Творец специально дает нам такие условия, что мы не должны сожалеть о том, что нет рядом со мной все время этой моей маленькой группы, к которой я уже привык за несколько дней, и я не хочу, чтобы это все время так осталось. У нас нет. Я собираюсь работать со всем миром и с моей местной группой. Я должен прийти к состоянию, когда я найду нескольких людей, с которыми я могу работать в любом месте, виртуально или физически. Да, может быть, десятка, утром, днем и вечером, совершенно другая. Это только в начале мы так делаем. для того, чтобы почувствовать себя внутри десятки, я должен, мне нужно тепло, взаимность в отношениях, близость, но это возможно почти моментально, почти с любой другой группой. если в общем наши товарищи во всем мире находятся с нами вместе и идут к, смотрите, сколько идут к одной цели, я могу сидеть в любой группе, какая бы ни была, я сразу же почувствую, что это те же самые товарищи. И не обязательно, что я их больше знаю, меньше, согласно материальным пониманиям. если есть одна цель, мы, я могу соединяться с ними, как с теми товарищами, которых я знаю много лет. Это не имеет значения совершенно, насколько я знаю их. очень, очень важно нам излучать, транслировать каждому товарищу из других товарищей любовь, чтобы каждый в группе, в десятке, почувствовал, как его любят. Ощущение любви нейтрализует эгоизм, если человек хочет нейтрализовать его. Потому что то, что меня любят, тем самым передают мне такое ощущение, что я прекращаю заботиться о себе. И тогда я уже могу подняться над своим эгоизмом. У меня нет заботы. И поэтому я свободен для отдачи. Свободен для того, чтобы передавать свою любовь другим. Потому что я уже не должен заботиться о себе. то есть очень важный момент. Мы можем договориться между собой относительно какого-нибудь товарища из нашей группы, что мы направленным образом транслируем ему ощущение любви. И таким образом мы отрываем его от бед и разнообразных забот. Попробуйте это сделать. Вы увидите, насколько это работает. Мы почти не пользуемся этим. Никогда не пользовались этим. В нашей жизни в группе. Направленным образом на кого-то. Но в общем по сути дела каждый из нас обязан чувствовать себя так. Что группа заботится о нем. Ну в общем. Каждый. по сути. Попробуйте. Попробуйте. Торы. Валесуллам пишет нам так. Что получили Тору это свет возвращающий к источнику. хотят ли они получить ну группа находится в большой собственной гордыне фараон находится среди них они хотят убежать из египта подняться над эгоизмом в чем-то им это удается в чем-то нет и понятно что с эгоизмом расстаться невозможно можно только получить силы света для того чтобы быть независимым от него выше эгоизма как это сделать пишет барресулам что их спросили хотят ли они быть как один человек в едином сердце чтобы у них была взаимная забота о каждом в таком случае они получат тору то есть тогда начнут приходить к ним света которые исправляют их за них ртура это называется тора за то мерит ты на или каббалата то есть условия получения торы м муха ним но миссу галим оваль муха ним что они готовы не способны но не готовы прийти к объединению ли дага взаимной заботе и тогда если они якобы готовы к этому конечно не готовы потому что они еще не справили себя но в чистом виде как бы авансом они готовы это сделать и тогда они начинают получать свет возвращающий к источнику лама почему м потому что если они думают или готовы думать коллега талку лам каждая обо всех они избавляются о заботе от заботы о себе если я знаю чувствую что обо мне думают это закон природы они нейтрализуют мне заботу о себе если все 600 тысяч этих людей которые были в этом состоянии думали да мы так сделаем мы так хотим когда приходит свет через каждого воздействует на других все отрываются сейчас же от заботы о себе они сразу получают уже свойства отдачи мы можем это сделать тоже у нас не требуется что-то свыше наших возможностей только организовать себя правильным образом еще раз если мы хотим получить свет возвращающий к источнику он приходит к нам при условии что мы готовы заботиться друг о друге и почему тогда свет придет к нам потому что мы во взаимной заботе нейтрализуем каждого от своего эгоизма помогаем ему подняться над своим эгоизмом тогда свет может прийти к нему и исправить это написано в статье дарования тора что я еще забыл а а а китами спрашиваешь маза 6 3 что это а а а и а не знаю что я а я не иду поэтому а а тут он пишет если 600 тысяч человек избавляются от всех дел по заботе о себе и у них нет никакого дела в своей жизни кроме как охранять всегда, чтобы не было никакой надобности у их товарищей. Мало того, если будут заниматься этим с огромной любовью, всем сердцем и душой, потому что вся граница заповедей в любви ближнего, как самого себя, как определено в заповеди, тогда понятно, что нет никакой необходимости у всех людей в народе, заботиться о собственном существовании и возникает, благодаря этому, он становится совершенно свободным от заботы о собственном существовании, абсолютно свободным и может соблюдать с легкостью заповедь в любви ближнего, как самого себя. Потому что, как у него сейчас будет какой-то страх о собственном существовании, в то время, как 600 тысяч людей верных и надежных стоят на страже. То есть мы обязательно... Это не зависит от человека. Если мы показываем ему, что мы заботимся о нем, его забота пропадает. Все, о чем мы сейчас говорили, это исходит из того, что мы находимся взаимосвязанными в одной системе. Никто из этой системы не может забежать. Система существует даже, несмотря на то, что она разбилась, мы говорим, что она разбилась, потому что нет духовной части между частями, но они связаны. только связи, они неправильные, эгоистические, но система осталась. Поэтому в тот момент, когда мы заботимся о ком-то, мы перекрываем его собственной заботой о себе. заботой о себе. Давайте перейдем к вопросам, о чем мы сейчас говорили, а потом уже сделаем семинар. где микрофоны? Ну, выйдите сюда тоже. Мужская часть и женская часть. Рав, Рав, как привести мировой оклик к этой заботе? Этот же вопрос я задаю сам себе. Но только поймите, мы ничего больше не должны делать, если мы сделаем это в материальном простом виде, который предстоит нам сделать. Все остальное сделает цвет. И мировой октября. Ну, айфо-микрофон? Ну, где же микрофон? Что, только один микрофон есть у нас? Нет другого микрофона для женщин? Пожалуйста. Пожалуйста. Угу. Туда. Спасибо. Рав, как мне проверить себя и обнаружить с какими килими я могу работать, с какими нет? Я, может быть, не очень точно понял, что вы спрашиваете, но у человека есть все необходимые килим, чтобы прийти к духовному. У него нет недостатка ни в чем. Как пишет Бальсалам в предисловии к учению десяти сферот, что Творец, который пробуждает человека в его точке в сердце. Он приводит его же и в группу и также подталкивает его в точности в необходимое место. Он создает все внешние и внутренние условия относительно человека, где он будет жить, в каком виде, в каком народе, все. для того, чтобы у человека была возможность реализовать духовное исправление. Поэтому не надо думать, что мне чего-то недостает. Может быть, что я нахожусь на каком-то необитаемом острове и я хочу заниматься раскрытием Творца. Это признак того, что для меня это является самым хорошим и правильным состоянием. И если бы было у меня другое состояние, у меня бы не было желания раскрыть Творца. Еще раз мы говорим, что нет никого, кроме него. Со стороны человека есть только одно движение по отношению к группе, по отношению к своему обществу. То, о чем мы сейчас говорили, беспокоиться о других, быть тем проводником, через который пройдет к ним свет. Ничего кроме этого. Все остальные вещи мы не определяем. Они определены свыше. Пожалуйста. как построить благодарение Творцу из нашего единства? Еще раз. Как построить благодарение Творцу из нашего единства? Благодарение. Благодарение. Обычно нужно вместе сидеть и много думать. сказано во множестве народа величие царя. Вначале в десятках, затем десятки соединяются в сотни, может быть даже в тысячи, пока мы не достигаем достаточной мощи и личной, общей. нужно говорить об этом и искать в точности сидя на чего, и главное, чтобы это были все. И здесь тоже относительно благодарности один ничего не стоит. В духовном нет одиночки. Нет. Я даже не знаю, как сказать это. Не то, чтобы не считались с одним. Его просто не видят. Видят минимум десятку. Миньян. Миньян десятка называется одним. потому что отмена Я и соединение с ближним это клетка, ячейка. Минимальное количество в ней десяти. Тогда из этих десяти пробуждаются свойства отдачи. по силе своей равна единице. Но ведь это десять. Нет, это не десять, это единица. Только таким образом мы исчисляем единицы в духовном. Откуда это исходит? И строение порцов, которое состоит из десяти сферот. Не может быть ни больше, ни меньше. Как сказано, не девять, не одиннадцать. А в точности должно быть десять. Иначе свет не входит в желание. мы должны это понять. И тогда, может быть, мы сможем понять в результате этого, что называется разбиение. Когда вместо десятки я думаю о единице, обо мне. И разница между десяткой и единицей является разбиением. то есть я не думаю о духовном порцуфе. Я думаю, скажем, об одной руке или ноге или части общего организма, которая сама по себе не способна жить. И если мы желаем обратиться к Творцу с благодарностью, как вы спросили, неважно как. Это только из десятки. Поэтому есть законы, когда молитва требует десять человек, десять мужчин. Пожалуйста. Вы говорите об этой любви между товарищами. сравниваете это с матерью, которая любит ребенка. У меня двое детей дома, я два дня не думал о них. Я знаю, что жена все время думает о них. Такая постоянная отдача направлена на них. Вопрос, как я могу относиться к этому, как моя жена относится к детям. надеюсь, что она сейчас не слышит то, о чем ты говоришь. Это привычка. Если бы ты заботился о них, ты бы беспокоился о них. и поскольку ты не заботишься о них, ты забываешь. Ты знаешь, что дети дома, и этого достаточно. Мы должны с помощью повторяющихся действий достичь состояния такого состояния, такого состояния, когда мы все время, все время беспокоимся, 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 пока это не становится второй натурой. от мира бесконечности до нашего мира есть пять миров, как вы это изучали. Адам Кадмон, Ацелут, Брияйц, Россия. В каждом мире есть у нас пять парцвуфов. И в каждом парцвуфе есть у нас пять сферот. Кетрахмабиназы, рампин, молхут. 125 ступеней. На каждой ступени повторяется то же самое. То есть те же самые законы. последняя ступень из 125 ступеней, самая нижняя, еще нижняя часть ней, от самой нижней ступени, от Малхут, Мир, Россия, называется этим миром. И есть в ней явления, которые мы наблюдаем, они очень отличаются от духовных на всех других ступеней. но это явление очень важно. Привычка становится второй натурой. Настолько, что я даже не знаю, как сказать, мы можем привыкнуть ко всему. Мы можем получить чувства от всего. у нас нет никакой проблемы, только привычка. Только привычка, если я еще раз, еще раз, еще раз повторяю какое-то явление, действие, получая что-нибудь или отдавая по отношению к кому-то или к чему-то, это действует из того количества раз, которое я это выполняю, я привожу у себя в действие механизм, который включает свет, возвращающий к источнику. И этот свет выстраивает во мне совершенно новый порядок келим, связь между келим. И тогда я совершенно механически, глупым совершенно образом вдруг выстраиваю новый келим. На материальном уровне, но в любом случае я способен это сделать. Мы должны пользоваться этим, поэтому никто не может сказать, что он глупец, что он не любит чего-то учиться, скажем так, что он не способен обидеться с товарищами, потому что мы с помощью действий без разума и чувства можем начать выстраивать в нас любое клик, какое захотим. поэтому ни у кого нет здесь возможности избежать этого, скользнуть. Ну, кто-то, да, Раф упомянул, что Раф сказал, что мы должны разделить свои отдающие келима от получающих. Мы хотим знать, как нам это сделать. Это делает свет, не мы. свет это делает, а не я. Дальше? Ну, 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 поскорее, поскорее, где микрофоны? Мне все еще непонятно, когда вы говорите, свет делает это, я согласно, когда возвращается к чему-то отрицательному, возникает привычка, но чтобы сломать эту привычку, создать другую привычку, которая подходит мне, вы говорите, свет делает это, но как нам сделать это практически? Какими инструментами мы пользуемся, чтобы это сделать? В каждом действии есть много условий. Не важно, я, скажем, хочу вместо одной плохой привычки прийти к хорошей. привычки, прежде всего, я выясняю это в своей группе. Я вижу, что моя группа не любит мою предыдущую привычку, это была нехорошая, плохая привычка, хорошую хорошую новую привычку они поддерживают. Я начинаю думать об этом, я начинаю углубляться в этом, в это, начинаю говорить об этом с ними, начинаю говорить о важности новой привычки по сравнению с прежней. я даже пишу об этом, я говорю дома об этом, нужно все время приумножать такие действия, которые дадут мне отрицательное ощущение старой привычки по отношению к новой. Потом я начинаю себя постепенно приучать в той мере, в какой я выполняю механические действия по отношению к чему-то новому, скажем, по будильнику, да, с помощью этого я выстраиваю в себе привычку. Когда я повторяю какое-то действие несколько раз в день, вдруг, если я забыл, скажем, затем я чувствую себя нехорошо, что-то произошло, я чего-то не сделал. И так я привыкаю. Затем мы проводим семинары, я ввожу свой вопрос в этом. Товарищи дают мне силу убеждения, дают мне свет, возвращающий к источнику. Мы должны действовать во всех возможностях, которые предоставляются нам, потому что они даются нам только для того, чтобы мы изменили наш келим. что? Вы не говорите о системе? которая существует? Ну так что? Что имеется ввиду подсистема? Что значит система? я имею ввиду допустим организация и система как делать разные вещи. Если система как говорит об этом или писать, существует ли в Кабале что-то, что говорит, что надо делать по поводу этих вещей? и это называется система? Да, ну и что? Потому что не все знают, что с этим делать. Об этом сказано просто. Все, что в твоих силах делать, делай. Вы думаете, что есть что-то одно плюс другое два. Если это делаю, нет. Есть выяснение келим. Нужно знать, чего я желаю, да или нет. Все время я нахожусь в сомнениях, я все время нахожусь в выяснениях с товарищами и с самим собой. Наши желания все многообразны. Они все время связываются в другом виде. Система называется один плюс один, и кроме этого ничего не хочу знать. Мы должны исследовать и познать всю эту систему. А вы как будто словом система хотите сказать нет ничего кроме двух кнопок и все тут. Под системой я имею в виду, что есть несколько форм. Система это несколько форм определенных уважаемых. Есть всегда новые формы и нужно знать какой творческой форме обратиться в себе и к другим, чтобы выстроить новые связи и произвести их. Рав, вы раньше упомянули, это как в группе в футбольной команде. Мой вопрос такой. Люди находятся вместе многие месяцы и готовы отдать свою жизнь за товарищей. Вопрос. Есть ли какая-то естественная духовность, которая выстраивается между ними? Нет. Нет у них намерения на это. Я не знаю, готовы ли они по развитию своей души. Может быть, что они хорошие парни. Они действуют в какой-то команде очень важной для человечества. но пока еще в развитии душ души в них еще не созрели. И в этом все дело. Понимаешь, это не для каждого. Мы видим, насколько приходят, много людей оставляют, приходят одни, уходят другие, пока не формируется международная группа, которая примет нужную форму в ближайшее время. Это очень важно для нас, чтобы мы почувствовали себя все ближе друг к другу. С помощью этого мы усилим свет. Все или есть еще вопросы? Да. Здравствуй, господи, господи. Спасибо за возможность спросить вопрос. Я поняла, что когда я работаю с группой, группа сама работает надо мной, дает мне возможность выяснить выяснение изнутри и снаружи. То, что у меня есть в руках, когда я одна, как мне сделать выяснение на себе, когда я одна, когда мне кажется, что нет этого воздействия. что значит одна, я не знаю, что вы отделились от группы. нет, не то, что я развелась, когда я физически не ощущаю группу, когда я говорю себе, что центр это снова я, как я прихожу к этой энергии и возвращаюсь снова к состоянию, когда я часть, которая относится к этой общности, к группе. прекрасно. Это проблема. Когда мы возвращаемся домой, как я могу чувствовать себя неотделимой частью группы, где все слиты вместе все-таки. Когда я это не я, а все мы вместе. смотри, что есть у нас учеба и распространение. если у меня нет совместной с ними учебы, какого-то распространения, подготовки материала, совместный выход куда-то на места, то, конечно же, наша жизнь и мое индивидуальное эго отключат меня. И я начну думать еще раз о себе самом. И я в результате этого нахожусь на уровне этого мира и только духовное, даже если я нахожусь в разбитой форме духовности, но я все-таки связан с группой. Я чувствую, что там вместе мы находимся. поэтому мы здесь должны воевать, бороться. Не может быть, чтобы я думал о себе как о личности. Это не духовное. Это не порцов. Это не может быть даже стремлением к отдаче хотя бы в чем-то, если один. Поэтому необходимо стараться. Обменяйтесь адресами, попытайтесь говорить о том, что вы построите после этого Конгресса эту общую группу связи между собой, чтобы был адрес, по которому вы могли бы обратиться, находиться там вместе, чтобы вы были во взаимной связи. Еще, еще. Начните уже сейчас беспокоиться об этом. Чтобы это понимание, тепло, какая-то близость, какая-то близость. И есть здесь определенный свет, который находится, и я чувствую его, чтобы это ощущение сопровождало вас. И если вы попытаетесь сохранить это, даже несмотря на то, то, что вы возвращаетесь каждый в свой дом, и есть расстояние, это усилие быть, как сейчас здесь, буквально притянет свет свыше. и эта сила, это помноженное на расстояние, может быть достаточной для того, чтобы поднять вас духовное. Ну, не кажется, лишь одна? Ну, что, перейдем к семинару? Да? Пожалуйста. Итак, семинар, да? Мы все удерживаем друг друга, держимся друг за друга, близки друг к другу, открываем сердца, чувствуем тепло, находящееся между нами. Каждый принижает себя по отношению к другим. Каждый хочет почувствовать других в себя, в себе. И каждый хочет находиться в других, погрузиться туда. и первый вопрос. Пишут нам каббалисты, что есть только одна душа в мире. Почему каждый из нас думает о себе, что есть в нем душа? откуда приходит к нам такая глупость? Пожалуйста. глупая идея возникает от единой души, которая разделилась на множество частей. Ощущение одной души приходит из иллюзии этого мира, иллюзии того, что единственное существующее здесь это я. это осколок думает, что он полон из-за эгоизма, который переживает. Эта идея возникает от эгоизма. Эгоизм, как мы учили, как мы пришли в это окружение, начали исследовать душу, ищет одну эту душу, которая существует между нами, эту душу, которая является началом. Поэтому каждый думает, что у него есть одна душа от разбиения и пытается вернуться к единой душе, о которой пишут королицы. Мы думаем, что есть у нас единая душа у каждого, потому что наши души являются душой, это происходит разразменение. Мы должны прийти к этой единой душе внутри себя, что она между нами как одна целая. И этот переход происходит через самоотмену. Так что счастье сольются друг в друга для того, чтобы наполнить, прийти к цели. Через то, что мы исчезнем там внутри других. мы должны прекратить думать о себе. Мы прекращаем думать о себе и начинаем думать о том, что мы часть одной общей души. это новое я должно измениться от я к мы. Когда мы изменяемся на мы, я думаю, что все это мы, которые есть точка в сердце, приходят вместе, оттуда мы можем работать, прийти к ситуации, когда мы все одна душа. Мы будем работать в центральной, в центре, где у нас есть мысли друг о друге, и когда мы придем к пониманию того, что душа является одна у нас. Мы выйдем из иллюзии, что эта душа находится в каждом из нас. Да, это точка замешательства, что у каждого как будто есть душа, как может быть, если она общая, как она может быть моя. недостающая часть, поэтому это я. Я думаю, что мы должны работать в обратном направлении, в понимании, почему есть душа, из того, что мы продолжаем входить в это сознание, что я, мы одно, потому что все еще есть только одно я, только это не я. мы должны понять, что идея я или один, что есть у меня душа, это самая большая проблема. Может быть, легче думать, что мы все разбитые части единой души, но душа это что-то совершенное, и та частичка, осколок не может быть душой, потому что является лишь частью целого. Мы думаем о себе как об одном этом я, потому что это все, что на самом деле существует. Это я в материальном, это все, к чему мы можем отнести себя, и поэтому мы думаем, что мы одна душа, но это что-то другое. еще еще больше путает, потому что каждый человек это маленький мир, и внутри нас отражается все остальное, и я должен отделить от того, что это моя реальность, эти люди тоже внутри меня, все моя часть, но это моя душа, которая пребывает между мной и вами в каком-то таком месте, нельзя путать мои мысли и реальность мира, которые вокруг меня, это моя душа. демонстрация какого-то голографического изображения, в котором существует весь мир, но пока я почувствую, что эти части находятся во мне и что они являются интегральной моей частью, нет у меня души, я просто животное. Да, без того, чтобы быть частью души, я недостающий орган, какая-то часть, которая абсолютно отделена. И тогда мы раскроем, что мы разбиты, и тогда мы пытаемся изменить наше восприятие. Восприятие продолжает изменяться у нас все время, продолжает меняться, когда мы пытаемся все это понять нашей головой, по крайней мере, частью нас пытаются нести чуждые мысли, проветрить это в голове каждый раз, когда я приближаюсь. Я спотыкаюсь в том, что истинное сравнение только в товарищах, которые думают обо мне для того, чтобы я не думал о себе. Я никто без своей группы, моя группа ничто без меня. И это процесс, который мы проходим от себя наружу, входя в товарищей, и мы работаем над выстроением этого одного, этой одной общей души. И это на самом деле отражение того, что я вижу вне себя. по сути дела, то, что я вижу вне себя, то, чего я не вижу внутри себя. Душа это может быть ощущение, которое напоминает нам, может быть, то, чего недостает, может быть, говорит, мы просто не знаем, как найти пока еще. Все, что вокруг нас, это сознание, и каждый из нас это сознание, это ощущение разделения, что у меня как бы есть отдельное сознание, настолько несовершенно, как несовершенство этого стула. И когда мы поднимаемся в мы, там возникает действительно сознание яви. И это общее ощущение, это то, что мы должны хорошо внутри себя почувствовать, тем, что мы ценим существование других в равной мере, в той мере, в которой я наслаждаюсь от своего бытия, от своих мыслей и желаний. эти желания продолжают расти внешне, для того, чтобы поднять сознание, чем должен стать человек. И работа не прекращается там, когда мы раскрываем, что эта идея, что внутри и снаружи это ложь, вдруг я начинаю видеть все мои чувства и мысли, мысли, чувства, желания, стремления к других. Я уже не ощущаю себя самим собой, я чувствую их как себя. Дайте мне, пожалуйста, совет, как не выйти из группы, в особенности, когда я вижу, например, что я не в порядке и сожалею, и тогда я обращаюсь с молитвой, прошу исправления, чтобы стать лучше, но я молюсь один, не в группе, не вместе с ними, о чем-то общем между нами, но только о себе. Если я нахожусь в связи с группой, это клепа. противоположное духовному. И я прошу совета, как я могу удержать себя в состоянии, когда я никогда не выйду из ощущения, что я нахожусь в группе, и только в ней я чувствую и действую и живу. когда нет ничего кроме этого, когда я там просто вот моя единственная реальность, что может помочь мне, чтобы я удерживался в таком состоянии? Пожалуйста. Вопрос. Дайте мне советы, как не выйти из группы, не потерять эту связь. Если у меня нет связи с группой, как мне сохранить себя, чтобы не оставить чувство, что я внутри группы, что может помочь мне? только попытаться думать о группе, о товарищах по группе, о творце 24 часа 7 раз в неделю беспрерывно. когда я думаю о группе все время, я думаю о своей обязанности, ответственности, чтобы удостовериться, что все время все товарищи соединены, они учатся, распространяют вместе, потому что я вложил в группу, я совершил подготовку, и тогда я могу видеть результаты не в себя, а в группе, ключ к решению в том, что группа даст советы, как не выйти из группы, ответ просто, как не выходить из этого, не может 24 часа в сутки находиться в дом, но вопрос, как не выйти, оставаться в ней пока еще, и важность этого, что помогает сохранить важность цели, цели единства объединения, хотел бы добавить еще способ объединить нас всех в любящем виде, это знать потребности каждого, и стараться наполнять их, удовлетворять их, делиться со всеми любовью, теплом, мы никогда это не делаем, не, я как бы буду замкнут внутри своей обязанности, нам нужно больше этого, мы должны влюбиться друг в друга, не прекращать думать друг о друге, и никогда не прекращать думать, не будем прекратить думать друг о друге, если мы будем пользоваться нашими действиями, как второй натурой, не будет у нас подъема в падении, в то время, когда ты в подъеме, ты должен сразу же вложить в группу, когда ты в падении, ты должен просить помощи у товарищей, и так сохранить связь между собой и группой. Да, вложение в группу это действительно кран, который дает мне почувствовать воодушевление и удерживает меня в пути, потому что я так пассивно участвую, иду в в как бы давать воодушевление другим, если я вхожу в это, вхожу из этого, то я тогда высыхаю. И тогда эта глупость, это потому, что у меня нет опыта и нет вкуса, и только группа является средством для постижения, и для того, чтобы постичь, нужно вкладывать усилия, энергию, желание. Это как молекула, которая постоянно начинает присоединять к себе новые атомы, и она основана на этом. Всегда помнить, что любовь самый важный аспект этой дружбы, есть у нас любовь друг к другу, и любовь победит все. Любовь побеждает все, что наполняет потребности, желания товарищей, для того, что я прихожу в то место, где я не смогу от этого страха, что я прекращу думать о себе и заводится только о наполнении других. И это приносит мне важность цели, важность, когда я беспокоюсь о них, и я концентрируюсь только на мыслях о них и общая система, которая есть у нас здесь взаимная дает результаты всем. И очень важно, когда мы требуем Творца, чтобы изменил нас, мы должны просить не от себя, а от группы. Просить у группы восполнение десятки, быть считаться частью десятки, выходить из, не выйти из десятки, не сверлить на дырку. Это когда Творец хочет отдалиться от тебя, это противоположная цель. Так что мы обязаны всегда разбивать новые перегородки. я думаю, что подталкивает себя все время. Ты прав, важна группа. Это не может быть через одного. И когда мы чувствуем хорошее, мы уже можем получить помощь от них. Давайте возьмем это хорошее, когда мы находимся в правой линии. и тогда, когда ты попадаешь в левую, группа помогает тебе втянуться в центр. Если ты чувствуешь хорошее, ты должен в правой линии дать это людям, а в левой, как сказал Алекс, почувствовать недостаток. Я не только хочу наполнить недостатки других, а работать вдвое больше, чтобы быть полностью наполнен на всем месте. И так нужно работать, чтобы держать всех наверху. Если я так вхожу в эту группу, они дополняют все мои потребности, я дополняю их, у меня будет сила заниматься ими. Как сказано в начале семинара, он сказал, если твои потребности наполнены, ты не будешь забыться о себе. Да, и даже если ты хочешь прекратить, свою жизнь, тем, что ты прекратишь дышать, ты не сможешь, потому что нет никого, кроме него. Согласно какому правилу, возникло очень особое действие. Если каждый из товарищей думает о других, хочет для них вместо них вместо за них дать свою силу, свое усилие за других. Если так делают все, каждый по отношению к другим, они не делают ничего, а творец делает вместо них. Согласно какому правилу это происходит? Понятно эту историю, что нет. 10 человек. Каждый хочет делать работу вместо других. Готов отдать себя другим. И так каждый по отношению к другим. Если есть такое состояние в группе, только их намерения, их устремления достаточно для того, чтобы творец пришел и сделал вместо них эту работу. Я спрашиваю, согласно какому духовному закону это происходит. творец Вопрос. Если каждый желает заполнить потребности других, если у всех есть сила наполнить хессароны потребности других, мы делаем это ради других. Какой это духовный закон, что творец делает это для нас. Или вместо нас. и закон молитвы многих и продолжать раскрывать мы сделаем и услышим есть только одно Израиль готов взять на себя чтобы наполнить потребности каждого дана им Тора потому что Тора это инструкция для любви к товарищам потому что они нуждались в ней поэтому они были спрошены чтобы они взяли свою материю я думаю что у каждого из нас есть первичное уверение помочь другим на каком-то этапе мы приходим к какому-то состоянию нейтральному такому на этом этапе нам нужна помощь это подталкивает нас к тому чтобы попросить чтобы мы смогли это сделать сами двигаться вперед нет наполнения без потребности свет находится в своем покое у нас есть у меня есть потребности и мы должны наполнить все потребности других нет наполнения без хиссарона это как маленький ребенок который не может ничего делать и у него есть просто внутренний импульс делать вещи и это желание не возникает так просто естественным образом но это может конечно произойти но даже тогда человек должен делать все собственными силами чтобы прийти к этому хиссарону так что работа с группой приведет принесет это ощущение хиссарона желание чтобы свойство света вошло вовнутрь быть просто погруженным в любовь товарищей это поднимает ощущение состояния поручительства и это дает первый уровень постижения и вся группа может дополнить это желание работать ради других работа ради других начинается с объединения наших намерений в одну общую молитву многих и это становится нашей половиной шекеля а вторая половина исходит от силы притяжения потребности обеспечить ради группы и выразить то конечно группа отменяет притягивает свет если это зависит от меня то я получаю помощь от творца и каждый из нас здесь может помочь мне получить это от творца и творец это эти мысли которые есть друг от други мысли разобщенности или любви разобщенности мы требуем когда мы заботимся о желаниях и потребностях других это не только что каждый этот творец делает интеракцию через группу в каждого это такое поле в котором мы все пребываем и это поднимает нашу жизненную силу это что мы делаем для него когда мы вносим наше маленькое желание он делает все остальное и этот закон быть подобным это то что создает добро если мы то же самое будем делать нашим товарищам мы станем равными и будем получать как один от творца я должен играть в это как в игру я должен улыбаться другим идти к ним и даже внутренне не имеет значения что они делают но даже фальшиво приходить им задавать вопросы говорить с ними спрашивать как их дела помогать решать их проблемы да потому что с помощью этой привычки я становлюсь специалистом в этом и тогда на самом деле могу напрямую работать с реакцией и развивать то что называется намерение намерение желанием быть способным восполнить это способен ли она то или нет потому что это моя единственная цель то есть доставить наслаждение прежде всего другим почему если товарищи думают друг о друге они тем самым нейтрализуют эгоизм каждого товарища не думать о себе понятно понятно почему почему если вся группа думает о каждом с любовью с заботой излучает ему это такое отношение человек благодаря этому чувствует что нет у него беспокойства о себе как будто он находится в воздухе почему ты что попытайтесь найти общий ответ в центре группы почему когда товарищи думают о другом в любом виде человек не думает о себе почему это забота о других почему через это человек не должен думать больше о себе почему это происходит как это происходит может быть потому что группа это маска творца и пока мы не увидим творца через группу наш эгоизм в программе живет в программе выживания самоудовлетворения только в группе между товарищами наш эгоизм начинает направлять вести нас не в том направлении мы представляем собой только желание единое желание и можем только думать в то же время об одном это значит что наш индивидуальный эгоизм думает только обо мне обо мне и когда мы перестаем думать о себе мы становимся исправленными и настоящий эгоизм который думает о себе начинает растворяться и мы находимся на новом уровне обвинения и перестаем думать о себе это хорошо эгоизм запрограммирован чтобы избегать боли и достигать максимальное наслаждение и таким образом боль исчезает ментальность мои желания довольны почему я буду искать все довольтворён но это я могу это сконструироваться на всех вас это просто смена состояний с выживаемостью на наслаждение ты можешь выжить ты можешь бороться или ты можешь поменять это состояние на группы и тогда ты рад совместному плаванию люди вокруг тебя любишь ты или нет будут действовать на тебя очень сильно я вокруг окружён людьми и которые придают тебе любовь это входит в моё сознание и заставляет меня функционировать по-другому и вместо окружения которое берёт от жизни радость приходит в то чтобы давать жизнь и наслаждение сейчас становится противоположным ощущением вместо того того чтобы ощущать себя ощущая всех и я всегда хочу так я устроен я хочу и теперь он сказал если я могу изменить направление если я могу сделать его другим тогда наслаждение становится новым клей другим местом тем что называется отдачей тогда и тогда направление где возникает вознаграждение между мною и частями моей души я чувствую что нет у меня беспокойства о себе потому что я знаю что вся группа думает обо мне и я чувствую себя защищённым и в конце я начинаю думать о беспокойстве во имя моей группы а не за себя больше и вся группа думает о товарищах они думают о товарищах как части группы интегральной части группы а не как и товарищи которые надо освободить работу или что-то товарищ который просто абсолютно интегрально является продвижением группы мы тогда видим разные чудеса волшебство как товарищи выздоравливают проходят самые большие свои препятствия только чтобы участвовать вместе с группой я не уверен что я помню хорошо вопрос группа выводит этого товарища из беспокойства о себе потому что он свободен другие беспокоятся о нем замечательный замечательный если я заботиться о том чтобы вкладывать деньги чтобы у меня были деньги здесь человек который делает это для меня это большой груз который упал с моих мыслей если я хочу то же самое сделать другим это то же самое как если у тебя есть поддержка девять человек вокруг десяти вокруг тебя чтобы дать тебе то же самое это как когда я беспокоился вложить свои деньги может быть я стану когда нибудь бездомным безработным и я бы дал эти ты ты тридцать тысяч или сто тысяч до конца недели но у них нет это материальные примеры я например хорош в том чтобы починить машину я могу это сделать и тогда у меня нет проблемы я могу представить себе что каждый из вас это разные клетки в организме если все потребности необходимые базовые вещи они отделены разными клетками каждый из нас становится друг целым всем организмом я как часть этого тоже да и тогда если Вильям это желчный пузырь а джек это пожелудочная железа то каждый должен работать на благо другим и кто тогда я и тогда вообще мое существование только от того что я конкурирую с другими и тогда я не могу продолжать жить в своем теперешнем виде да да программа делает для каждого что каждый делает ради себя потому что мы являемся ветвями одного дерева и мы питаемся от одного корня один корень он один на всех и как мы можем причинить рейт части себя потому что мы видим других как часть себя и мы должны помогать другим и поскольку я эгоизм я должен помогать тебе достичь если я чувствую тебя частью себя я должен давать ему даже нашему товарищу одно дерево одно единство нужно дать ему оно дает тебе вдруг вся картинка изменяется что это полная мера полная мера 600 тысяч на самом деле число значения не имеет это просто описывает уровень ступень интенсивность объединения между нами так что я знаю что сразу же об этом беспокоиться я должен беспокоиться тогда не о себе а о вас вернуться к прошлому вопросу это тоже хороший совет как не забывать о группе все время возвращаться к ней мы должны просить давайте представим себе следующую форму существует система где есть огромное количество частей связанных между собой постоянном виде и в этой системе присутствует свет как электричество и он переходит с одного места в другое только при условии когда есть мысли в каждой части о ближнем если каждая часть думает о девяти других частях свет это электричество уже раскрывается в нем система постоянно электричество в нем постоянно в ней только эти желания определяют как в этой системе раскроется свет или электричество вопрос как мы каждый раз находим девять частей для нашего беспокойства чтобы я никогда не потерял свет он все время обновлялся было мне все больше и больше пожалуйста поговорите об этой системе вопрос не так уже важен но система сама ее вы должны почувствовать она постоянно свет в ней постоянен ничто не меняется кроме личного ощущения каждой частички если он думает о других свет раскрывается в нем он находится в нем всегда но тогда он раскрывается как бы проходит через него тогда к другим если он прекращает думать о ближнем свет скрывается то есть свет проявляется в каждой частичке в той мере в какой он думает о других частичках покажем пожалуйста как каждый раз с девять частей сохранить это постоянно когда мы заставляем течь электричество что дает электричество возможность течь когда мы думаем о себе вопрос не настолько важен как обсуждение мы назовем я бы сказал что мы видим это в материальном мире в малом виде когда семьи растут развиваются люди действительно приходят к кульминации своей жизни своего роста когда у меня есть семья есть любовь но до этого они не растут с такой скоростью ты видишь как человек развивается массированным образом когда выращивают детей и заботятся о своих детях в своей семье если я думаю о других свет отдачи дает естественную предпосылку свету течь и мы маленькие частички пара водочки если есть какой-то разрыв между нами электричество не перетекает если мы думаем об обвинении маленьких частей электричество будет протекать и тогда и тогда электричество будет продолжать соединять еще части электричество будет больше и больше и больше даст еще и еще свет чем больше есть соединений больше света проявляется и это соединение это контакт когда велку вставляют в разделе розетку что там видно что то есть электричество куда я знаю есть там или нет я просто должен подключиться к этой розетке для того чтобы включить всю систему без без того что мы становимся близки без какого-то усилия выбора с нашей стороны принадлежать или каким-то образом действовать активным просто не происходит потому что мы начинаем быть соединенными с другими мы находимся в этом круге будь это или писать что-то проводить лекции или перерабатывать что-то или видео это просто не важно что до тех пор пока мы присоединяемся к этой розетке с другой стороны розетки есть 9 других которые соединяются к этому кто их выбрал цвет выбрал цвет выбрал выбрал и только когда у нас есть когда каждое соединение не разбито эгоизм не управляет системой и то что на самом деле замыкает его тогда соединение становится совершенным и свет может наполнить клей и если место которым мы можем вернуться и найти и найти девять частей чтобы побеспокоиться в центре в центре группы это то где это не и сейчас или так это невыносим Что если каждый из нас не становится, не приходит к мысли о других Свет не загорается, предыдущиеся не проходят по общей системе Даже один человек, который не находится в поручительстве Вся система не работает Я думаю, что в такой форме мы можем немножко больше представить это себя Ладно, мы закончим Споем песню После песни я снова буду сидеть там и подписывать книги Тот, кто хочет, пожалуйста Я очень рекомендую, как на каждом конгрессе Покупайте книги, сделайте дома маленькую библиотеку Вы сможете давать людям книги, читать для того, чтобы они возвращали вам И так вы сможете пользоваться этим много раз Это очень важно для распространения Это первое Второе Мы все привыкли работать с компьютерами Но читать Источники Я рекомендую по книге Книга У книги есть духовный корень У компьютера нет Шир Песня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!